В рамках сегодняшней программы нас ждет знакомство с замечательным художником по куклам Светланой Полуниной, которая расскажет и покажет, как создать своими руками авторские текстильные броши. Мы очень надеемся, что те советы и рекомендации, которые вы получите от мастера, вам пригодятся, и вы ими обязательно воспользуетесь при создании своего рукотворного текстильного проекта. Здравствуйте! Меня зовут Наташа Фохтина, и я рада с вами вновь увидеться на телеканале «Загородная жизнь» в программе «Штучная работа». Сегодняшнюю программу я предлагаю посвятить тем, кто любит различные украшения. Сегодня мы изготовим текстильную брошь своими руками. Под руководством замечательного художника по куклам Светланы Полуниной. Светлана нам покажет, как из самых простых и незамысловатых материалов можно сделать интересные и неповторимые в своем роде украшения. Здравствуйте, Светлана! Здравствуйте, Наташа! Я тут вижу такое количество материалов. Ну, в общем-то, у меня, наверное, дома примерно то же самое и то же самое находится у других людей. Как нам отделить то, что нам пригодится, что нет? Я думаю, что, конечно, красивая брошь из старого носка не получится. Все-таки я подбираю ткани достаточно интересные, пластичные, с мелким рисунком ткани должны быть. Во всем нужна масштабность. Если брошечка маленькая, то рисунок должен быть мелким. Это может быть все, что угодно. То, что нравится вам. С чего начинается изготовление? С выбора ткани и с выбора картинки для броши. Для начала мы выбираем картинку, которая нам нравится. И уже под данное изображение подбираем ткань. Примеряем, что больше нравится. Может быть, под какую-то определенную одежду. Выбрали ткань, с которой мы будем создавать брошь. Ну, вот в данном случае вот это. Отрезаем, либо отрываем полоску нужной нам ширины. А как мы ее определяем? Мы определяем от диаметра броши, которую мы хотим создать. В данном случае диаметр будет где-то порядка 5 сантиметров. Диаметр броши. Надрезали. И по-моему, броши маленькие и большие. От чего это зависит? Ну, большие броши я не люблю. Потому что большая брошь может красиво смотреться на какой-то крупной, высокой женщине. Если женщина субтильная, то, конечно, брошь смотреться будет не очень гармонично. Значит, отрезаем полоску ткани. Лишнее откладываем. А вот как вы определяете, какова должна длина быть? Ну, в основном на глаз. Это у нас хлопок? Это шелк с альном. Да, это очень интересная итальянская ткань. Я так понимаю, вот смотрю на стол, синтетику вы не используете? Ну, синтетика, конечно, удешевляет брошь. Лучше использовать хлопок. Даже я предпочитаю хлопок, чем синтетику. Вот. Либо шелк. И очень много ручной работы, да? Все ручная работа. Тут никаких машинных швов нет. Мы делаем из нашей полосочки, такое замыкаем кольцо. Я зашиваю. В принципе, можете прошить на машинке. Но машинка ее же нужно настроить, чтобы она там не сборила, не собрала. Ее нужно достать, настроить, заправить. Пыль стереть. Да. Опять же. У нас не настолько здесь много работы, чтобы доставать машинку. Замыкаем в кольцо. Убираем лишние ниточки. Я смотрю, вы очень часто используете в брошях бахрамистую поверхность. Она придает такое очарование. Это как бы стиль Боха. Сегодня мы сделаем все-таки брошечку с закрытыми краями. Мы соберем ее пополам. Ну, вот такого плана будет брошечка. Красиво. Мне как раз вот сегодня подошло бы. Но я одела другую брошь. Насколько мы, когда собираем, делаем маленький шаг? Пять миллиметров шаг. Пять миллиметров. Это нужно для того, чтобы красиво ложились сборочки. Потому что если шаг будет крупный, то будет не очень смотреться. Ух ты! Прямо у вас получилась резиночка такая для волос. Да, похоже, кстати. Я никогда не задумывалась об этом. Действительно. Как резиночка для волос. Получилась такая розеточка. Вот мы собрали нашу брошечку. Она будет у нас не очень большого размера. Красиво. Да. Кстати, очень интересно броши носить на юбке. То есть можно подколоть подол. Это очень креативно будет. Ну да, вот бог и стиль сейчас модный. Да. Интересно будет на головной убор. Мои подруги, которым я дарю, они носят на шапочках. Очень красиво. На берете, да? На берете, да. На сумке опять же. Светлана любит все нестандартное, яркое и самобытное. Она, как никто, умеет искусно соединять в своих работах большое количество различных, на первый взгляд даже не сочетающихся между собой, материалов. Причем эта любовь к эклектике и нестандартный подход к творчеству отслеживаются не только при создании брошей, но и практически во всем, что ее увлекает. Светлана Полунина – известный художник-кукольник, который работает с различными материалами – текстилем, пластиком, глиной и папье-маше. Именно поэтому ее куклы столь разнообразны и неповторимы. Среди них есть и тыквоголовки, и будуарные, и скульптурные экземпляры. Это большая редкость для художника, когда его творческая палитра настолько обширна. Еще Светлана занимается педагогической деятельностью и с большим удовольствием делится с учениками своими знаниями и умениями. А тем ученикам, которые начинают сомневаться в своих силах, она рассказывает удивительную историю, как шесть лет назад, когда она еще работала бухгалтером, совершенно случайно зашла с подругой в кукольную галерею и была очарована авторскими куклами. Она с умилением воскликнула, люди, которые их делают, либо волшебники, либо этому нужно учиться не менее ста лет. Подруга посоветовала, купи книгу и научись. Но Светлана не остановилась на книге, она нашла мастерскую художественной куклы и прошла там обучение. Всего за шесть лет, как рассказывает Светлана, из простого обывателя, который никогда не занимался ручной работой, благодаря непреодолимому желанию она превратилась в первоклассного художника. Светлана не перестает изучать новые техники и материалы, продолжая оттачивать свое мастерство. И это означает, что в скором времени мы с вами сможем полюбоваться не только куклами, брошами и картинами на дереве в исполнении Светланы Полуниной, но и еще чем-то не менее удивительным, о чем пока даже и не догадываемся. Значит, мы собрали, закрепили наш цветочек. И вы распределили пальцами? Да, я пальчиками распределила, чтобы это было более-менее ровно. Закрепляю несколько раз на все три пожарной, чтобы не разошлось, чтобы потом не было обидно. Таким образом отрезаем. Но она уже прям вот, прям к пуговицу пришила, уже брошка. Сейчас нам нужно поработать над центральным элементом, собственно, картинкой. Для этого я вырезаю изображение. Я вырезала картинку. Взяла кусок картона. Картон самый обычный. Как правило, я использую обувные коробки. Важно, чтобы картон был не гофрированный, потому что он может в процессе наклеивания картинки на картон смяться и просто будет вмятина. Значит, мы вырезаем. Значит, наносим на картиночку клей и приклеиваем к нашему картону. Ждем какое-то время и вырезаем. То есть лучше сначала побольше картона все-таки? Да, конечно. Так удобнее. Теперь эту картинку нам нужно покрыть несколькими слоями лака, чтобы картинка не боялась снега, дождя, чтобы ее можно было носить на верхней одежде. Для этого берем любой быстро сохнущий лак. Можно купить даже на строительном рынке какой-нибудь нитролак в большой банке. Мои ученицы покупали. Очень довольными оказались, потому что цена на строительном рынке, на лаке достаточно гуманная. В отличие от рукодельных магазинов. Мы залачили нашу картинку. И сразу же помыли кисть. Помыла в ацетоне кисть. Иначе ее выбросить придется. Да, конечно. Теперь нам нужно этой картиночке сделать обрамление, чтобы закрыть края, чтобы не было видно картона. Мы берем декоративный шнур. И при помощи текстильного клея, именно важно текстильным клеем делать эту операцию. Потому что он очень быстро схватывает и крепко держит. Вот таким образом мы обклеиваем нашу картиночку. Вот у нас такая готовая картиночка. Сейчас нам нужно ее объединить с нашим первым элементом. Хочется как-то еще добавить каких-то кружавчиков, либо репсовой ленты, чтобы она была более такая кучерявая. Отбить ее как-то. Для этого я использую кружева. Хлопковые, да? Кружева хлопковые. И лучше использовать тонкие кружева. Потому что они будут красиво складываться, драпироваться красиво будут. Вот сейчас вот вы так его сделали. То есть вы проверили на складочке? Да. Да. Я проверила, как оно будет ложиться. Вы не так кружево проверяете? Подходите, складываете и смотрите? Ну, как правило, достаточно потрогать кружево, чтобы понять, что оно тонкое, и оно уже будет красиво драпироваться. Значит, кружева я также приклеиваю на текстильный клей. Это очень удобно. Не нужно ничего шить. Многие операции я именно делаю клеем. Значит, мы наносим клей. Для этого нужен такой навык хороший. Достаточно хороший, да, навык нужен. Потому что клей достаточно агрессивный. И важно, чтобы он не попал на наше изображение, потому что клей счищается очень тяжело, либо разъедает картинку. А первые свои броши помните, что это было? Помню, да. Ну, они были приблизительно в таком же стиле, только гораздо проще выполнены. Без окантовочки. Были проще кружева. Были проще ткани. Но, тем не менее, тоже пользовались спросом. Но сейчас вы, наверное, можно сказать, коллекционер тканей. Да, чего только нету. Конечно, я не могу обойти стороной магазины тканей. И если вижу хорошую, интересную ткань, хоть маленький кусочек, но я покупаю. А поскольку покупаете вот так, чтобы пригодилось? Ну, если не знаешь точно куда, но очень хочется купить, то покупаю 20 сантиметров. Наносим опять клей. То есть делаю я это поэтапно. Клей очень быстро сохнет, поэтому наношу я его по чуть-чуть. Практически дошли до конца. Еще один сантиметр. И окантовочка кружевыми будет готова. Не знаю, как интересно, никогда бы не подумали, что их можно приклеить. Я думала, что вы бесконечное количество раз собираете рюшечки, рюшечки. Вот у нас получилось. Ну-ка. Ох, красиво, да, нежно. Да. Теперь я приложу к, опять же, нашей розеточке, к нашему цветочку. Посмотрю. Брошечка уже заиграла. Но хочется добавить чего-то еще. Для этого мы используем репсовую ленту. То есть она нам нужна для чего сейчас? Для контраста или для поддержания? Она... Разбить ритм, ритм полосок. Да, да. И плюс ко всему мы добавим все-таки еще цвета серого, да. Здесь в этой ткани использована какая-то серо-синяя, темно-серая, да, ткань синевой. А здесь просто вот насыщенно серой. Поэтому это будет вместе красиво смотреться. Значит, я отмеряю нужный мне кусочек, чтобы по краям из-за картинки выглядывали небольшие такие складочки. Отрезаю. И фиксирую ниточками. Так, мы сшили репсовую ленту. Да, сшили, да, закрепили ее. Сейчас мы ее пришьем к нашей основе. То есть она не приклеивается? Можно приклеить, а можно пришить. Если вы будете клеить на текстильный клей, он достаточно крепко держит. Поэтому выбирайте, как вам будет удобно. В данном случае мы пришиваем. Достаточно будет сделать несколько крепких стежков. Прикрепив к основе. И сделать узелочек. Отрезаем. Тоже красиво. Ну, не совсем красиво. Будет гораздо красивее. И теперь берем нашу картиночку. И нам нужно ее прикрепить уже к основе. Для этого я, опять же, использую текстильный клей. Наношу клей на всю поверхность. И прижимаю к основе. Какое-то время нужно будет подождать, чтобы клей набрал твердость. А мы тем временем займемся застежкой. Для застежки я использую либо кожу, либо фетр. Нам нужно вырезать круглый элемент. Сначала это будет квадратик. Потом мы его... Да, вы лихо так из квадратика в кругляшочке делаете. Чтобы брошку мы обрезали. Опыт. Вот у нас получился практически идеальный кружочек. Теперь берем вот такую застежку для брошей. Самую простую. И пришиваем ее к основе. Пришиваем тоже достаточно крепко, чтобы замочек не елозил. Замочки на самом деле тоже бывают разные конфигурации. Выбирайте тот, который вам понравится больше. Значит, мы пришили замок. И закрепим его на обратной стороне. Все закрепили. Пару раз. Отрезали. Вот такая получилась заглушечка. Да. И теперь опять же берем текстильный клей и приклеиваем к основе. Для того, чтобы не поцарапать изображение, я подкладываю ткань. Наношу клей. Особенно по краям тщательно нужно нанести, чтобы не отходил материал от основы. И чуть-чуть серединки. Заменила картинку и новая брошь. Ой, какая прелесть. Вот как бы вы описали свой стиль? Куклы. Они же у вас все, в принципе, даже если к этой кукле приложить брошь, то понятно, что это сделано вами. Да, вот любая вещь, она, в принципе, начинает работать. Ваша. Стиль Светланы Полуниной. Только так я могу это назвать. Ну и мне кажется, что сегодня мы с вами провели время с пользой. И я надеюсь, что вам понравился этот вид творчества. Впрочем, как же он может не понравиться? Ведь это так здорово создавать своими собственными руками что-то для украшения себя. Такие чудесные вещицы, как брошь, не только преображают ваш костюм, но и дарят вам каждый раз замечательное настроение. Причем оно, это настроение, как вы узнали из мастер-класса Светланы, создается из тех материалов, которые, возможно, у вас уже есть дома. И в этом большое преимущество этого вида творчества. Ну и на этом, я думаю, нам с вами стоит попрощаться и поблагодарить Светлану за то, что она так щедро поделилась своими секретами и дала столько замечательных советов, которые, уверенно, вам обязательно пригодятся. Мы от души желаем вам обязательно найти свой вид творчества, который придется вам по душе, поскольку мы уверены, что в жизни каждого человека должно происходить что-то чудесное и волшебное. И любой человек способен создать это своими руками. С вами сегодня были Светлана Полунина и Наташа Фухтина. До встречи в следующей программе, где вас опять будет ждать штучная работа. Светлана Полунина и Наташа Фухтина. Светлана Полунина и Наташа Фухтина. Светлана Полунина и Наташа Фухтина. Светлана Полунина и Наташа Фухтина.